сейчас покажу вам друзья на чем я сижу последние дни вот я приспособила такой кусок поролона в нем вырезана дырка и я могу на нем покушать но больше я не сажусь еще пока покажу вам сегодняшний свой обед у меня винегрет очень вкусные здесь маринованные огурчики сделала заправку из горчицы американской соевого соуса потом менять виноградный уксус еще сюда положила соль и сахар ну и красная рыба помните мы с вами солили уж такая вот вкуснятина сначала себе любимым а потом мужу так у нас приличных семья делают друзья сегодня ровно месяц после моей операции и я сегодня впервые сижу конечно я сижу еще на поролоновом круге в машине боюсь все таки что швы разойдутся ну вряд ли они разойдутся конечно уже прошел месяц представляете я все это пережила до сих пор это у меня не укладывается в голове только сейчас начинаю сознавать что со мной произошло и не столько меня операция волновала как ее последствия последствия были вот какие значит у меня была ритмия она усилилась у меня после того как я узнала что я иду на операцию все это наборачивалось как и когда прошла операция все равно у меня была ритмия и мне пришлось прибегнуть тяжелые артиллерии кроме лекарств которые прекращают аритмию я принимала адаптол многие мне писали в комментариях что адаптол на самом деле это обманный какой-то препарат который ничего не дает мне вообще-то прописывали в больнице когда обращалась туда с аритмией я лежала в больнице мне ничего не помогало у меня систолическая аритмия она не лечится и в основном она бывает тогда когда у человека стресс но у меня во всяком случае с этим связано и вот когда меня уже два месяца до месяца до операции если месяц после операции била это аритмия причем она не прекращалась ни днем ни ночью не приемли никакие препараты мне не помогали которые обычно помогают я все-таки вспомнила правда кто нашла листы которые мне давали по и выписке из больницы посмотрела какую дозу мне надо принимать и я его начинал начала принимать и слава богу говорю это не для того чтобы вы сейчас побежали в аптеку купили адаптол адаптол назначается врачом это не безобидный препарат это препарат который имеет очень много побочных явлений и он вызывает привыкание его нельзя пить просто так я сейчас рассказывать для тех людей у которых сейчас из-за войны стрессовая ситуация которая у которых тяжелая депрессия для того чтобы они обратили внимание на этот препарат и конечно же в начале пошли к врачу и если врач назначит то нужно принимать ограниченное время для того чтобы снизить симптомы так у нас заправляют газовые баллы газ у нас сейчас подорожал 28 99 до 26 это получается 70 центов маленький такой удобный баллончик выручал зарядили баллоны и я можно сказать счастлива вы думаете что такое простое дело баллоны зарядить во-первых у нас маленький баллон там нужно было купить переходник мы его долго не могли найти у нас сейчас вот газовая заправка которые раньше заправляли баллоны они их количество резко уменьшилось сейчас их очень мало и вот раньше там где мы заправляли баллон сейчас не заправляют нет лицензии в общем-то найти такую заправку очень непросто оказалось но слава богу мы нашли газ немножко подорожал но мы баллоны зарядили и очень хорошо что мы зарядили маленький баллончик потому что им очень удобно пользоваться вот когда началась война и у нас не было ни воды ни ну вообще ни газа ни воды ни света ни интернета то меня этот баллончик мне его хватило на месяц я готовила на нем чай и жарила яйца и мне хватило этого на месяц представляете это же завтрак только получается но это так так удобно было так удобно потому что я ходила к маме у нее есть газовая плита у нас то газа нету у нас плита индукционная и отопление у нас мы топим камин нужно было платить за его транспортировку и вообще он нам был фактически нужен был бы если бы у нас была газовая плита но у нас плита индукционная она гораздо выгоднее газовой плиты у меня уходит очень мало электричества летом 60-70 киловатт у меня ходит электричество зимой конечно больше потому что мы включаем одну электрическую батарею холода вот а так я плачу за свет очень мало тем более сейчас свет у нас подорожал и существенно почти вдвое поэтому хочется на всем экономить и на всякий случай всегда полезно зарядить газовые баллоны назад у нас трое суток не было электричества сегодня у нас нет света отключили наверное провода порвались потому что было насильная буря ветер был вообще крышу сносила поэтому муж не принес газовый баллон я готовлю на газон вспомнила времена здесь у меня крылья куриные я их замариновала пару дней назад и тыква тыква еще не готова крылья уже готовы почти готовы скажем так сначала обжарила потом водички налила такой сегодня у меня будет походный обед хорошо что все было приготовлено потому что и воды нет это случилось потому что была сильная буря у нас оборвала провода трое суток нам меняли эти провода чинили трое суток вообще было очень плохо не было интернета холодильник потек в общем то хорошо что у меня там мало всего было а так без света очень тяжело у меня была депрессия вот воды дома попить не может ему не нравится домашняя вода чистенькая надо обязательно от дождя так это все пойдет в грядку ого-го пойду помогу своему мужу а то напишите мне что я лентяйка все лежу на диванчике да лежу нет я работаю оси осенний подарок подарок осенью так люблю смотреть когда ты работаешь а че ты туда в одно место надо же его распространить по всему все распространилось по всему так давай сюда теперь листья а после листьев землю будем листья перемежать землей нам потом не хватит земли вот они земля смотри как хорошо перегнило ты говорил что листья нет потом вообще не перегнули ну землю просто эту портишь потому что внизу там расти ничего не будет ты видишь что я делаю посмотри что тут творится такие а вот это вот там столько этих вот они все на осень забрались в наши угу понятно самое интересное что все лежат не поверху кульков а в самом низу вот внизу вот самое такое скорбище их на зиму короче давай с тобой сейчас я буду немножко сгрибу листья а ты их сюда набросаешь потому что нам земли это не хватит я тебе сразу говорю ее не хватит если мы листья я хочу в начале из мешков старые листья насыпать сверху на вот эти листочки а новые листья потом будут перегнивать да нет так не надо делать делай так как я говорю сначала нужно листья а потом все остальное перемежать вот это не показывает мне такую гадость я сейчас принесу где-то там в индонезии они сейчас насобирали их да на сковородочку да с маслецом было бы прелесть личинки а у нас все видите все под ногу все под пресс вот таким образом хлопить все и в и и и и Продолжение следует...